Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа! С вами Ультраст, Зурлейн, и сегодняшней темой видео является более краткая выжимка анонсов, которые были на стриме разработчиков 4 июля. Поехали! Во-первых, сам стрим проходил с борта корабля-музея Микаса, и это, по-моему, было очень прикольно. Далее, нам показали будущую гильдейскую активность. Так, это чуть-чуть, не акцентируя внимание, не говоря, что, когда и как будет, но уже показывая некоторый концепт. Показали опять мировую карту боссов. Боссы будут очень прикольными, они будут отчебучить всякую лютую дичь, на это тоже следует обратить внимание. Анонсировали 5 новых прототипов, прототипы третьей волны. Среди них есть корабль Майнс, немецкий крейсер, пока я не понял, какой именно. Линкор Уодин. Всем нравится внешне замечательно, но вообще-то у него должно было быть копье и один глаз. Мне кажется, это недостаток скина. Линкор Шампань, тяжелый крейсер Чешир, Чешир, ребята, смотрятся просто офигенно. И также тяжелый крейсер Дрейк, названный, судя по всему, в честь Сира Фрэнсиса Дрейка. Нам немного показали их баражи, но из интересного было только бараж у, соответственно, Чешира, который выглядит в качестве, в таком виде, знаете, кошачьих лапок. По-моему, было весьма забавно. Ну, и если серьезно, ребятки-медвежатки, на этом все, потому что все остальные два часа стрима, ну окей, не два часа, час сорок, наверное, были про мерч. И он был, понимаете, только он. То есть я высидел не до конца, тем не менее, все это время был один мерч. Нам показали часы, нам показали кружки, нам показали футболки, наушники, ножи, жареную курицу, какие-то там юкаты от модельеров, какая-то картина от какого-то художника. Нам показали каких-то чуваков в книжных магазинах, в поваров, в каких-то там забегаловках. Нам показали Дакимакуру с Микасой, которая там в Неглиже, да что нам только не показывали. Также, как я понимаю, в японском твиттере будет разыгрываться вот эта вот штуковина. Это, как я понимаю, то ли музыкальный альбом, то ли какой-то артбук, я не понял, но он, короче, с подписью, я не понял кого, но, наверное, кого-то, кто имеет отношение к разработчикам. Очень надеюсь, что это автограф мафии, но не уверен, скорее всего, нет. Были также еще сумки, какие-то барсетки, брелки, мешки, я не понял вообще для чего. И вот я не знаю, как это, диафрагма, диаграмма, я не знаю, как эта штука называется, когда вещи так, ну, есть фон, а есть у нее перец какой-то такой плоский. Да, также были еще плоские фигурки, то есть разработчики решили пойти по более бюджетному пути. Обычная выпуклая фигурка, она как бы стоит кучу денег, а плоская фигурка, и протирать проще, и пыль не собирает. По-моему, вообще замечательная идея. Также рассказывали о каких-то там вот полу-якузеанских мафиозных куртках с тематикой Сурлэйна, это было очень странно. Рассказывали про какие-то магазинчики, и книжные ножами там торговали. Че только, че они только не показали на этом стриме, ребята, это прям какой-то дикий вал. Единственное, за что я могу похвалить разработчиков, гигантское вам спасибо. Кстати, еще показывали часы, по-моему, я о них еще не говорил. Большое спасибо разработчикам за то, что они сначала рассказали нам всем про игру, че там будет в игре, а уже потом, последующие почти два часа, уже дальше начать толкать мерч, не переставая. Возможно, в анонсе мерча еще была матроска и даже бутылка водки, но вот насчет последнего это не точно. За такое огромное обилие скриншотов большое спасибо. Влад просто Влад, Астерго и Катик 4, спасибо, ребята, вы здорово, мне упростили жизнь. Насчет, насчет того, когда именно будут вот эти все новые суперкрутые вещи, насчет гильдии они не сказали, насчет глобальной карты они не сказали, а насчет того, что будет прототип третьей волны, скорее всего, довольно скоро. Ребята, серьезно, без шуток, кажись уже 9-го числа, но это на Японии. Понимаете? А вот когда оно будет у нас, вот это уже дело другое, хотя, по идее, разработчики говорили, что третья волна выйдет везде одновременно, и получается на то, чтобы нафармить третью волну, у нас было всего ничего времени, ребята. Это кошмар, это несправедливо, но жизнь вот она вот такая вот, ребята. Когда становишься на рельсы Азии, вот часто бывает, что такая фигня в жизни может происходить, ничего не поделаешь. Поэтому с дрожью в сердце и трясущимися руками я жду третью волну прототипов 9-го числа, но опять-таки, ребята, это не точно. В принципе, это все, что могу сказать по данному вопросу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всего хорошего и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok